Всем привет, меня зовут Ник, я админ сайта ringstudioedition.ru Сегодня я покажу вам следующий видеоурок, это скорее добавление к моему предыдущему видеоуроку о том, как я добавлял графику к видео, то есть ортоскопировал Вот, здесь я сделал небольшой анонсик Да, кстати, это новое такое дополнение к моему сайту Здесь будут появляться анонсы к моим видеоурокам Ну и какая-нибудь информация просто Итак, ладно, перейдем непосредственно к программе Сегодня я не буду показывать, как я сделал вот эту Ну то есть я добавил стрелку, которая появляется здесь на видео и она непосредственно движется с видео, потому что видео не статично, камера, как вы видите, двигается Все это я делал в предыдущей обучалке, а сегодня я покажу, как можно анимировать стрелку Если у вас, допустим, нет этого футажа Итак, допустим, вот у меня есть картинка стрелочки И теперь сразу я заменю вот это вот свое видео на стрелку Вот, да Теперь эта стрелка, она у нас неподвижная, вот вы как видите Нам надо, естественно, анимировать Так как у нас прикомпоженное видео И теперь заместо видео картинка мы будем видеть примерно следующее То есть мы видим обычную статичную стрелочку То есть обычный статичный имидж Теперь нам надо сделать ее анимированной Для этого можно сделать небольшой фокус То есть применить к нему эффект строка То есть эффект обводки Такой, который, возможно, видели в моем уроке По созданию рисованных титров Или созданию титров с молнией Вот, а сегодня я применю непосредственно к своей стрелке Итак, для начала мы рисуем маску Так как у нас будет идти И идти сама стрелка То есть мы нарисовали маску Вот такую Ее не видно, конечно, потому что она Она желтая Но сейчас я изменю цвет Цвет маски и вы посмотрите, что это такое Вот, мы нарисовали вот такую вот маску Ну, примерно Это наши линии, по которым будет идти как раз Наша вот эта вот линия Вот, теперь мы должны применить эффект строк Для этого мы должны нажать эффект Generate строк И здесь выбрать цвет на темный Потому что наш фон черный И он будет создавать эффект такого появления Вот, меняем на темный Либо просто мы можем пипеточкой выбрать и выбрать фон Теперь мы просто увеличиваем Brush Size До 50 Смотрим, насколько у нас все это дело закрылось Вот, но мы видим также то, что Стрелочка эта не закрылась Для этого нам надо нарисовать еще одну маску Выбираем инструмент маски И рисуем где-нибудь отсюда еще одну маску И еще одну маску И применяем два раза эффект строк Можем просто нажать эффект еще раз строк Нажать выбрать маску номер 2 Выбрать цвет на черный опять же Выбрать размер кисти До 50 Можно также здесь кое-что подтянуть Создать какой-нибудь еще дополнительный Ключик Чтобы скрыть вот все Все белые места Вот эти вот Которые существуют на маске Вот, теперь мы также применяем эффект строка Еще раз к этому То есть это будет у нас уже третий строк Выбираем Третью маску И здесь теперь уже находим На нашем видео Где у нас начинается Идти То есть вот где-то здесь вот Начало Мы находим наш второй строк Здесь ставим старт И End ставим вот здесь То есть он будет идти у нас Вровень Вот Но еще осталось конечно же Третью маску Так же Точнее третий эффект сделать То есть мы должны найти То время Где у нас заполняется Вот это вот Как раз с этой маской находится То есть вот здесь Здесь мы видим И так же здесь поставить Старт здесь На ноль И окончание рисования маски Вот здесь То есть здесь ставим стол Таким образом у нас будет создаваться Полная анимация Рисования стрелки Такая конечно немножко рваная Но это своя такая стилизация На это все зависит От того как вы Нарисовали маски Будет создаваться эффект Рисования Так же Без применения Каких-то дополнительных футажей Вот Ну так как мы видим Здесь черный фон Мы просто ставим Эффект наложения На Light Вот И у нас будет Такая же линия Ну и с помощью Создания нового слоя И текстуры Как я описывал В своем предыдущем уроке Вы можете создать текстуру Так же И ставите сюда Но Допустим Если у вас вообще нету Картинки Вот этой как раз Картинки Линии Вы можете нарисовать ее здесь С помощью инструмента Рисования Для этого перейду в эти Свои стрелочки И теперь здесь Я просто создам Новый темный слой Solid Окей Эти нижние я отключу Свои стрелочки То есть будет у меня Один чистый черный слой Кстати даже их можно удалить Вот Если мы посмотрим сюда То у нас будет Чисто здесь черный слой Но так как стоит здесь Лайта наложения Мы вообще ничего не увидим Вот На черном слое Мы просто два раза тыкаем По этому черному слою Переходим в инструмент Лэйера Проигрывание И здесь мы должны нарисовать Нашу как раз линию Переходим в инструмент Brush Tool И можем рисовать Допустим Можем красный Там красным цветом Или белым Так же любым Можем нарисовать Нашу стрелку Так как она у нас будет идти Вот Так как вы пожелаете Сами Поставить здесь диаметр Я поставлю пожестче Где-то вот такой Спейсинг Процентов 20 Округлость поменьше Поворот Вот такой вот примерно И все Ставим write on Допустим Канал rgba Еще плюс альфа И рисуем стрелку И рисуем стрелку Теперь мы видим То что стрелочка у нас нарисована И идет вот в Три секунды Вот мы нарисовали нашу Как раз линию И теперь мы должны Все это дело Прекомпозить Нажимаем layer Precompose Google Attributors Окей Теперь мы здесь видим То что На нашей основной Композиции То что наша линия Как раз поменялась Lighten И мы видим нашу линию Как раз ту Которую мы нарисовали Вот все Что я хотел сказать На сегодня Таким образом Вы можете нарисовать Свои анимированные Стрелочки Линии Картинки Все зависит От вашей фантазии Либо просто С инструментом Stroke Вы можете Обвести Уже готовый футаж Или картинку Которую вы как раз Скачали Нашли Или сами нарисовали Где-нибудь Вот и все С вами был я Админ сайт InkStudioEdition.ru Заходите на мой сайт Смотрите обновления Всем удачи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok